всем привет новое видео на канале гаджетмания сегодня мы поговорим об одном из этих устройств второе будет соответственно в другом видео мы начинаем поехали для того чтобы вам было более менее интересным сегодня мы поговорим о вали fox park plus это старший брат той модели которую мы недавно обозревали у себя на канале здесь есть действительно отличие эти отличия я надеюсь благоприятно сказались на этом устройстве вали fox park очень нам понравился в том плане что он очень хорошо сделан у него очень хорошие материалы корпуса но к сожалению начинка немножко не дотягивает а конкретно это нехватка оперативной памяти здесь же производитель конечно же добавил лишний 1 гигабайт оперативной памяти всего их стало 2 и по установил модуль на 13 мегапикселей это действительно хорошо давайте посмотрим откроем коробочку как всегда фирменный оранжевый цвет компании вали fox комплекте у нас нет зарядного устройства есть только один кабель смартфоны вы можете приобрести в любой из розничной сети магазинов евросеть связной и так далее ссылочки будут в описании либо фирменном магазине компании вали fox или fly сам смартфон откладываем в стороночку здесь у нас для убедительности я вам покажу что присутствует лапшевидный кабель белого цвета и там есть еще документация и краткая техническая инструкция давайте посмотрим есть ли отличия по внешнему виду это все тот же прекрасный софт-тач сил к покрытию на задней стороне на задней крышке устройства которая между прочим является съемной при этом смартфон не скрипит ни люфти впереди у нас 5-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 присутствует средненькое по качеству олеофобное покрытие закругленное 2.5 d стекло присутствует также логотип компании вали fox здесь он сделан в более в таком интересном цвете немножко под бронзу на задней крышке смартфона мы можем обнаружить модуль камеры который обрамлен точно таким же материалом как сам логотип он немножко изменен по цвету такой если честно на бронзовый красивый оттенок название смартфона вали fox название точнее компании и в принципе все на стандартных местах с правой стороны клавиши включения выключения с левой стороны качелька регулировки громкости между прочим она не люфтит не скрипит и не дребезжит задняя крышка как я уже говорил ранее съемная аккумулятор также съемный емкость аккумулятора 2200 миллиампер час это хватит вам на в принципе вменяемый один рабочий день использования смартфона вали fox парк плюс имеет следующие технические характеристики процессор mtk 6735 тактовой частотой 1,3 гигагерца на каждое ядро 2 гигабайта оперативной памяти предустановленный ценоген ос с android 601 на борту две сим-карты карта памяти до 64 гигабайт 13 мегапиксельную основную камеру и 5 мегапиксельную фронтальную пока смартфон включается я вам расскажу что я ожидаю от этого смартфона конечно же улучшенную работу и быстродействие самой оболочки потому что в его младшем брате честно признаться немножко все подлагивало здесь я думаю что будет все работать достаточно быстро конечно же улучшенную камеру я думаю что она будет фотографировать более-менее сносно за эти деньги напомню что младшая модель стоит в россии 6990 рублей старшая модель и собственно этот спарк плюс стоит 8990 рублей это хорошая альтернатива для тех кто не хочет заморачиваться покупкой смартфона в китае если человек хочет пройти в любой ближайший для себя магазин и соответственно купить средне бюджетный смартфон с неплохими техническими характеристиками смартфон включился давайте посмотрим как он будет себя вести при первой загрузке ну что ж столы пролистываются более-менее хорошо никаких у нас здесь багов фризов пока я не вижу предустановлена система под названием вали fox напоминаю что ценоген с дает нам возможность внешне изменять систему android в нашем случае конечно же можно сказать закачать дополнительные темы и возможные дополнительные надстройки также присутствуют в меню давайте посмотрим сведения о телефоне вот такая вот версия операционной системы установлена на данный момент в остальном же это все тот же спарк принципе звук опять же на четверочку очень интересно посмотреть на возможности камеры что данная камера в принципе может она как всегда более-менее скорострельная за эти деньги от себя могу добавить следующее данный смартфон прекрасно подойдет для тем кто хочет себе стильный хороший смартфон за приемлемые деньги уже здесь и сейчас без всяких ожиданий товара из китая я думаю что мы более детально поговорим о камере данного смартфона его быстродействие быстродействие с двумя гигабайтами оперативной памяти и расскажем вам почему же стоит все-таки переплатить 2000 рублей и купить соответственно spark plus а не просто spark большое спасибо что посмотрели данное видео до конца обязательно подписывайтесь на канал и мы выпустим видео про этот смартфон совсем-совсем скоро конечно же вступайте в нашу группу вконтакте обязательно вступайте в наши социальные сети twitter instagram все ссылки как всегда в описании и не можете найти купоны распродажи скидки во всевозможных интернет-магазинах в китае и не только ну а мы с вами совсем скоро увидимся всего доброго пока пока если данное видео было для вас полезным обязательно подпишитесь на канал нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видосики